добрый день дорогие друзья сегодня вновь в прямом эфире фаберлик тв мы продолжаем знакомиться с продукцией дэнас и сегодня мы будем говорить с вами об аппарате дэнас вертебра но свою презентацию назвал дэнас вертебра акцент на каждом позвонке и я надеюсь что сегодня мы с вами познакомимся с возможностями аппарата с теми проблемами которые мы можем решать с помощью аппарата дэнас вертебра мы познакомимся с вами о механизмах лечебного действия этого аппарата и я надеюсь что вы поймете для себя насколько этот аппарат будет вам интересен полезен и вы сможете им пользоваться самим или предлагать его своим клиентам консультантам близким людям то есть всем кому это лечение будет показано ну давайте начнем знакомиться с технологией которая заложена в аппарате дэнас вертебра эту технологию мы с вами уже хорошо знаем это динамическая электро нейро стимуляция метод который основан на воздействии на рецепторы кожи слабого электрического импульсного тока который вызывает в организме целый каскад ответных реакций уменьшается боли уходит воспалительные реакции имеются иммунные ответные реакции реакции улучшения микроциркуляции антистрессовые реакции то есть все эти эффекты мы можем получить в том числе и с помощью аппарата дэнас вертебра с которым мы с вами сейчас знакомимся в аппарате дэнас вертебра и заложены 5 программ воздействия и исходя из этих программ мы и определим широту показаний для его применения эти программы в аппарате так сказать пронумерованы цифрами латинского алфавита и для того чтобы эти программы выбрать нужно включить аппарат улечься так на него расположиться на него очень удобно чтобы было вам до аппарата имеется выносной пульт так который позволяет нам выбрать нужную программу и по буквам программы а b c d и е мы выбираем требуемую программу стимуляции то есть процесс лечения очень удобен очень комфортен да то есть вы сами можете для себя выбрать нужную программу но а какую программу выбрать мы будем с вами говорить чуть ниже почему мы заложили в основу действия аппарата дэнас вертебра именно воздействие на зоны спины зоны задней половины нашего тела ну ни для кого не секрет что в этой области расположены спиной мозг то позвонки межпозвонковые диски входят спиной мозг корешки нервные из него выходят корешки оплетено все это сосудами то есть это такая сложная многоуровневая система которая оказывает очень мощные выраженные регуляторные реакции практически на все процессы которые происходят в нашем теле и мы с вами уже заранее предугадывая понимаем что воздействие в проекцию этих очень важных нервных кровеносных путей нервно мышечных путей мы оказываем выраженное влияние на локально на проблему если там есть например боль и в то же время мы оказываем выраженное регуляторное влияние на весь организм в целом вот мои слова мы иллюстрируем вот на следующем слайде посмотрите вот здесь ну показана такая схематичная картинка как происходит иннервация из разных отделов спинного мозга разных частей нашего тела и наших органов да ну например из шейного отдела мы с вами видим да вот шейный отдел позвоночника здесь происходит отсюда происходит иннервация органов которые расположены в области головы и шеи это и глаза и органы дыхательной системы верхних дыхательных путей и слуховые органы органы которые расположены в области шеи это и та же щитовидная железа в области из шейного отдела позвоночника иннервируются и верхние конечности плечевой пояс то есть мы понимаем что воздействие на эту часть позвоночника мы получаем воздействие на все эти органы соответственно все эти проблемы если спуститься ниже мы оказываемся в области грудного отдела позвоночника и соответственно этот отдел отвечает за работу за функционирование органов грудной клетки это и сердце и ближайшие сосуды это и органы дыхательной системы трахея бронхи легкие и соответственно понимаем что воздействие на этот отдел позвоночника мы воздействуем на эту группу органов если спускаться чуть ниже мы оказываемся в поясничном отделе позвоночника и органы которые отсюда иннервируются это и органы пищеварительной системы да то есть те органы которые расположены в брюшной полости а если поговорить о крестцово такому же пояснично крестцовом отделе позвоночника до нижнее дело то это органы забрюшиного пространства почки мочеточники органы малого таза гинекология и соответственно мужские проблемы и вот эта схема нам говорит о том что вот эти 48 электродов которые расположены на вот этой платформе аппарата дэнас вертебра оказывая переменное влияние на разные участки позвоночника позволяют нам решать вот целый букет вот таких проблем которые связаны вот с теми органами о которых я сейчас говорю но мы с вами понимаем что это практически весь наш организм и все наши внутренние органы как происходит воздействие на чем это воздействие основано ну соответственно если продолжать вот эту тему ответственности разных частей спинного мозга и соответственно сегментов спинного мозга за разные участки нашего тела мы говорим о тех проблемах которые мы можем решать с помощью аппарата дэнас вертебра и если более широко так сказать углубленно вникнуть в существо вот этих проблем мы соответственно и понимаем пути решения этих проблем применяет ту или иную программу нашего такого универсального аппарата дэнас вертебра какие же могут быть проблемы которые связаны с нарушением иннервации с работы с функционированием именно верхних участков спинного мозга шейного отдела позвоночника это и такие распространенные наверное знакомы каждому из нас проблемы как боли боли в шее головные боли это же и головокружение шум в ушах они менее в области пальцев неустойчивое артериальное давление метеозависимость очень важный вот такой симптом который конечно ухудшает качество нашей жизни особенно в определенном возрасте это снижение памяти нарушение работоспособности можно продолжать этот перечень проблем этой бессонница и многие стрессы какие-то да вот эти ситуации которые конечно порой доставляют очень много неприятных моментов и опять же понимая что шейный отдел позвоночника за эти проблемы отвечает и соответственно и решать мы в эти проблемы будем через стимуляцию именно зон шеи и плечевого пояса если говорить о грудном отделе позвоночника какие проблемы можно решать с помощью стимуляции именно этой зоны это боли расположенные в шее в плечевом поясе в затылочной области конечно сами боли локализованы в грудном отделе позвоночника причем я говорю именно о локализации болевого синдрома я не говорю с чем это более связано с самим позвоночником с мышечным аппаратом или это боль какого-то неврогенного происхождения или эта боль связана с патологией сердечной сердечной патологии локализованная боль в области грудного отдела в области грудной клетки позволяет нам через стимуляцию этой зоны независимо от того с какого с каким органам эта боль связана эту проблему решать с помощью аппарата дэна свертебра но кроме болевых синдромов это и все состояние симптомы которые связаны и сопровождаются нарушением дыхания это и кашель и одышка чувство нехватки воздуха неудовлетворенность вдохом вот бывают такие ситуации да когда человек где надышаться не могу это и нарушение собственно самого позвоночника и его строение особенно конечно это будет актуально в подростковом возрасте как мы понимаем это и нарушение санки сколиоз и кифосколиоза кифоза и другие патологии которые мы называем ну таким собирательным термином нарушение осанки ну а уже косвенно понимаешь что если позвоночник неправильно устроен и соответственно нарушается вот эта нервная регуляция всех процессов которые в организме протекают мы с вами понимаем какие проблемы могут быть связаны с таким ну казалось бы не очень страшным состоянием как например сколиоз или какие-то другие нарушения санки это надо лечить это надо решать аппарат дэна свертебра имеет программы которые позволяют это соответственно делать но если продолжать дальше то это и воспалительные заболевания бронхолегочной системы но и вот те состояния которые мы сейчас называем такими пограничными состояниями депрессии неврозы чувство страха чувство тревоги да то есть вот те симптомы которые ну к сожалению нередки в нашей повседневной жизни и не только врачи ну и люди которые не являются врачами они могут с такими проблемами сталкиваться и сами и у своего какого-то близкого окружения ну если спуститься чуть ниже мы с вами оказываемся в поясничном отделе позвоночника мы говорили о органах которые иннервируются из этого отдела но и соответственно эти органы могут но иметь какие-то нарушения соответственно у человека могут быть симптомы которые мы точно также будем решать с помощью аппарата дэна свертебра это и опять же болевые симптомы да это боль поясница в ягодицах в нижних конечностях бедре голени в стопах это боль опять же может быть проявлением как собственно патологии пояснично-крестцового отдела позвоночника но эта боль может быть связана с сосудистыми нарушениями или с нарушениями обмена веществ например тот же сахарные диабеты или какие-то облитерирующие заболевания артерии нижних конечностей у пациента имеется боль в нижней половине туловища в нижних конечностях и соответственно как раз пояснично-крестцовый отдел позвоночника и будет той зоной на которую нужно оказывать воздействие для решения этих проблем но помимо болевых синдромов это и ощущение вот такой нарушенной чувствительности до бывают такие симптомы зябкость например в ногах да вот есть пациент у которых которые нам жалуются мне все время ноги холода не все время мерзнут я там летом хожу в теплых носках чтобы хоть как-то немножко ну вот это неприятное ощущение убрать а может быть наоборот чувство жжения зуд покалывание мурашки вот эти ощущения в ногах эти все проблемы так сказать мишенью для воздействия в этом случае также является пояснично-крестцовый отдел позвоночника и соответственно аппарат дэнас вертебра в этой локализации тоже может нам помочь в решении этих проблем сам аппарат да конечно аппарат это принципиально новый метод электро стимуляции вот еще раз повторю что здесь на специальной такой платформе которая имеет она изготовлены специального материала такого плотно эластичного материала эта платформа имеет особенность она подстраивается под весом тела под определенную геометрию конкретного тела которая в данный момент находится на аппарате дэнас вертебра то есть подгибаясь и соответственно принимая очертания конкретного человека который сейчас получает процедуру мы все сами понимаем что мы все с вами разные люди и соответственно спину у нас у всех разные и вот для того чтобы один аппарат мог помогать большому количеству людей вот это специальный материал вот такой разработан который позволяет нам так сказать вот подстроить эти электроды под любую практически спину и вот на этом материале размещены 48 электродных групп которые выстроены конечно не хаотически а выстроены строго определенно да здесь есть и так называемая центральная дорожка да вот центральная группа которая полностью соответствует средней задней срединной линии тела а это проекция самого спинного мозга да вот самих тел позвонков есть две боковые дорожки такие паравертебральные как мы говорим то есть они расположены справа и слева от центральной дорожки и они соответствуют паравертебральным точкам в этих точках как раз сосредоточены зоны места выхода и входа нервных стволов в спиной мозг кроме того рядом с позвоночником паравертебрально у нас расположены в виде цепочки такие ганглии вегетативные до вегетативной нервной системы которые конечно оказывают очень важные регулирующие функции на весь наш организм целом но и соответственно также сегментарным принципом оказывает влияние на те или иные органы в зависимости от того в какой зоне до где в пояснице в грудном отделе или в шейном эти ганглии расположены но и еще в области грудного отдела обратите внимание есть дополнительные да еще как бы расположены электроды которые более широко позволяют воздействовать на ше именно на грудной отдел и мы с вами понимаем почему да поэтому это самая широкая часть нашего тела и вот эти 48 электродов они расположены на этой платформе они работают не одновременно все сразу а в аппарате реализован вот такой принцип бегущая волна вот мы его назвали то есть аппараты работы электроды работают по очереди и переходя как бы вот этот импульс от одного электрода к другому имитируется вот этот эффект такого перетекания электрического импульса то что мы в медицине называем термином электромассаж да то есть это дэнас вертебра по сути дела да это аппарат для электростимуляции то есть собственно раздражение нервных рецепторов зоне в которой расположены электроды и при этом за счет вот такого попеременного воздействия через разные электроды мы получаем эффект электромассажа возвращаемся к программам аппарата дэнас вертебра и соответственно исходя из этих программ мы и будем говорить о показаниях когда ту или иную программу надо применять вспоминаем латинский алфавит да то есть эти программы они так пронумерованы буквами латинского алфавита как я вам говорил и соответственно первой такой программы является программа а в этом случае вот эти сорок восемь электродов работают по очереди захватываются и центральные дорожки и около позвоночные зоны во всех отделах начиная шейного и заканчивая крестцовым отделом позвоночника когда нам необходимо вот такое воздействие когда в зону стимуляции попадают все отделы позвоночника это необходимо тогда когда у пациента есть диффузное заболевание позвоночника а это конечно вот те же самые остеохондрозы так называемые которую мы с вами такой термин наверное все слышали это те же нарушения осанки да когда мы с вами видим искривление позвоночника но мы понимаем что если какой-то отдел неправильно так сформирован то будет страдать не только это это дел будет страдать весь позвоночник в целом и соответственно надо лечить весь позвоночник но в данный момент времени у пациента нет конкретных болевых ощущений то есть имеется заболевание но более в данный момент каких-то локализованных нет вот в этом случае будет показана программа а кроме собственно патологии позвоночника это и вот такие распространенные симптомы как нарушение сна и курс составляет 10-12 процедур в этом случае конечно это огромное количество вот таких реабилитационных программ то есть человек когда-то перенес травмы или заболевания сейчас боли нет но он перенес эту травму позвоночника вот такие реабилитационные программы восстановительные они конечно тоже должны быть курсом проводиться и эти курсы проводятся в течение там 8 10 и даже боже более в каких-то ситуациях дней профилактика лечения стрессовых ситуаций да опять же это не боль да это вот переживание это стресс это какие-то такие неадекватные реакции на события которые в жизни у нас произошли программа а в этом случае будет абсолютно показана но и наверное нам не надо забывать о профилактической стороне дела и вот с точки зрения вот повышение сопротивляемости организма повышение вот таких иммунных защитных сил организма для того чтобы подготовить организм каким-то стрессовым испытанием вот сейчас начинаются идут игры например да для школьника вот надо программу а ничего не болит сейчас но организм от этого подростка испытывает вот такие стрессовые нагрузки которые как мы с вами уже говорили ранее являются вот тем риском который может закончится развитием каких-то острых заболеваний или обострением хронического заболевания давайте посмотрим на такой ну видео и короткой инсталляции как работает программа а а в аппарате дэнас вертебра да вот видите зеленым сигналом здесь показаны схема это конечно схема по очереди да вот работают электроды по центральной дорожке дальше автоматически до работают другие электроды то есть уже вот работает зоны расположены рядом с позвоночником все это происходит полностью автоматически то есть мы просто лежим на аппарате и вся процедура с подбором частот с подбором времени стимуляции с направлением так сказать вот движение вот этой бегущей волны все это проходит в автоматическом режиме а мы с вами должны только подобрать индивидуально для себя подходящую такую приятную мощность стимуляции да то есть легкое получить покалывающее ощущение и аппарат дальше будет работать все делать сам самостоятельно в автоматическом режиме следующая программа это программа б в этом случае с помощью пульта дистанционного вот этого управления да мы можем выбрать определенный участок для стимуляции можем выбрать шейно грудной отдел можем выбрать грудной отдел или пояснично-крестцовый отдел то есть имеется возможность выбора трех зон стимуляции конкретных и соответственно эти зоны те или иные зоны мы выбираем исходя из наличия уже боли то есть мы имеем жалобу в определенном отделе позвоночника например мы имеем боль и соответственно нам нужно этот отдел позвоночника стимулировать для получения вот этого самого обезболивающего эффекта и зная какое место у меня болит с помощью пульта управления на нем горит соответствующая картинка фигура да мы выбираем зону стимуляции программа а показано давайте к ней вернемся показано для лечения интенсивной резко выраженной сильной острой боли в спине то есть когда у человека болит тот или иной участок там шея или поясничный отдел и это боль острая то есть она появилась относительно недавно это боль интенсивная да то есть она по силе достаточно такая существенная она может быть связана с травмой например или с заболеваниями позвоночника но такие боли например мы испытываем когда мы скажем что-то там такое на даче такое тяжелое сделали да у нас дачный период идет очень активно в нашей стране и многие дачники-огородники с этой проблемой сталкиваются наверное вот как раз для них-то и будет очень показан аппарат дэна свертебра острая внезапная интенсивная боль но эта боль может быть острой связаны не только с самим позвоночником но и с заболеваниями других внутренних органов но это также острая боль и достаточно интенсивная боль ну и в эта программа может помочь в ситуациях когда имеется физическое перенапряжение это например те же спортивные состояния до когда перетренировался спортсмену него вот такая забитость мышечные у него боли например спине появляются в том или ином отделе но или опять же наши какие-то бытовые или садовые физические нагрузки которые вызвали вот эти болевые ощущения посмотрите вот в этом случае аппарат наиболее показан в первые так сказать часы развития вот этих болевых ощущений я наверное здесь должен упомянуть о том что конечно хорошо бы чтобы аппарат оказался под рукой в этом случае да когда вот такая необходимость возникла не идти там куда-то там в поликлинику или там стационар искать где-то талоны чтобы попасть на прием к физиотерапевту а это должно быть это рядом это должно быть дома до для того чтобы мы могли эти процедуры вот в этих неотложных ситуациях применять и программа б в этом случае будет программой выбора до для стимуляции давайте посмотрим точно также на схеме как работает программа б ну например если мы выбрали вот верхние отделы до то будут по очереди эти электроды тоже специально подобранными частотами комбинациями частот там не частота там целый такой букет набор частот заложен который позволяет решать многие проблемы соответственно получать эффекты или мы выбираем например пояснично-крестцовый отдел позвоночника и тогда аппарат будет работать в этой зоне но я обращаю внимание что даже если у нас болит например ну пояснично-крестцовый отдел позвоночника и мы выбрали эту зону для стимуляции аппарат тем не менее все равно пройдет по всем позвонкам то есть он проведет как бы такой подбор тестирования а потом зафиксируется в той зоне которая у нас болит и соответственно будет эту зону как мы врачи говорим прорабатывать для получения нужного нам эффекта следующая программа это программа c когда мы выбираем эту программу программу c мы точно также с помощью пульта управления можем выбрать зону стимуляции раз мы можем выбрать зону значит это уже будет более локализованное воздействие значит мы уже с вами понимаем что в этой зоне должны быть какие-то ощущения в этой зоне должны быть какие-то жалобы совершенно верно тоже также болит тоже есть боль но в отличие от программы b в этом случае в программе c это боль хроническая это боль давние она может быть не очень интенсивная по выраженности но болит давно и вот если мы с вами имеем ситуацию когда боль продолжается несколько дней иногда даже несколько недель а иногда мы просто уже так этой боли привыкли что на ноет спина и мы живем с этим ощущением работаем и как-то вот так сказать существуем с этим ощущением болит может быть не очень сильно но болит давно вот это является основным показанием для выбора программы c мы точно также выбираем зону стимуляции шейный грудной или пояснично-крестцовый отдел позвоночника и говорим о хронической боли самого позвоночника мы говорим о состоянии такого хронического уже перенапряжения да вот эти показания будут для людей физического труда которые в повседневной своей жизни да не просто вот на дачу поехали там работаем врачом и вдруг суббота воскресенье поехали на дачу накопались там так сильно что вот у меня остро заболела спина программа b да но если я профессионально связан с постоянными длительными физическими нагрузками и у меня имеется вот такое хроническое длительное ощущение болевое в спине тогда в этом случае я выберу уже соответственно программу c ну и точно так же программа c показана когда боль связана с патологией других внутренних органов и эти заболевания внутренних органов также носят длительный хронический характер ну и соответственно конечно эта программа показана также в реабилитационных программах восстановительных программах когда нам необходимо восстанавливать какие-то нарушенные функции в результате там заболевания травм оперативного кстати лечения или каких-то других состояний которые вызвали вот такое хроническое повреждение позвоночника давайте посмотрим как будет работать схематично тоже я вам здесь это показываю как работает программа c да то есть в зависимости от того же какой отдел мы выбрали для стимуляции мы получаем также поочередную работу групп электродов для получения вот таких эффектов программа d следующая программа а программа d предназначена для лечения точечной локализованной боли в этом случае когда мы вышли в эту программу с помощью пульта управления мы можем уже выбрать более маленькие участки позвоночника то есть там уже не три зоны а их больше то есть эти зоны меньше по размерам и вот эти зоны соответственно показаны когда имеется точечная локализованная боль пациентам говорит не просто он говорит у меня боль в пояснице и так неопределенно где-то поглаживают свою поясницу не понимая где эта боль а когда на пациент пальцем буквально может показать точку до в которую он имеет вот эту локализованную точечную выраженную боль и в этом случае как раз программу d мы выбираем по локализации вот этой боли и эта программа точечно работает на этот болевой очаг ну а кроме боли конечно эта программа работает как зона сегментарной иннервации как сегментарная зона при патологии любых других внутренних органов поэтому вот этот режим вот эту программу d мы так называем иногда ну между собой до режим аппликатора то есть это воздействие такое локализованное по принципу сегментарного воздействия при патологии любых других внутренних органов как это все происходит ну например у пациента имеются ну скажем какое-то заболевание внутренних органов например язвенная болезнь желудка вот это имеется у него проблема мы уложили его на вертебру или сами легли если мы болеем не дай бог да и соответственно понимая где находится желудок мы напротив этого желудка выбираем с помощью пульта зону стимуляции и в режиме программе d мы сегментарно воздействуем через сегмент воздействуем на желудок на эту язвенную болезнь да то есть у человека соответственно и может быть с позвоночника в данный момент там быть все неплохо но есть какая-то другая проблема и сегментарная стимуляция мы с вами об этом говорили когда говорили о других аппаратах дэнас но и аппарат дэнас вертебра нам тоже позволяет это сделать в автоматическом режиме еще раз повторяю это очень удобно и комфортно получать такие процедуры ну и конечно совершенно уникальные с точки зрения возможностей для лечения для получения различных эффектов является программа е ну говоря об этой программе тут эпитетов можно говорить совершенно неограниченное количество но вот ученые которые изучали эту программу и проводили клинические тестирования аппарата вот именно программы е назвали эту программу биорегулируемая биоуправляемая персональная то есть индивидуальная терапия не только того или иного участка позвоночника но и всего организма в целом даже на схеме у меня не получилось изобразить как работает программа е поэтому буду я вам рассказывать на словах эта программа состоит из трех этапов на первом этапе обработают все 48 электродов по очереди точно также имитирую вот эту бегущую волну то есть происходит стимуляция всех отделов спины разными частотами разными импульсами да для того чтобы вот оказать такое общее воздействие на весь организм в целом и казалось бы на этом можно было и закончить и в чем здесь собственно биоуправление до управления мы понимаем что как-то организм должен управлять работой аппарата а как он будет сам управлять второй этап программы е он направлен на то чтобы оценить то изменение которое произошло в разных участках позвоночника в ответ на вот эту первичную стимуляцию то есть аппарат в таком режиме скрининг проводит тестирование это все происходит в автоматическом режиме он тестирует вот эти паравертебральные зоны электроды как бы справа слева симметрично проводит оценку стимуляции что произошло в коже в ответ на вот эту первичную стимуляцию он проверил все эти пары вокруг рядом с позвоночником и в автоматическом режиме выбрал ту пару в которой показатели максимально отличаются между собой справа и слева но мы с вами уже договорились что вот эти зоны это проблемные зоны мы называем триггерные зоны от слова от латинского слова триггер курок пуск то есть аппарат автоматически эти зоны сам находит в это было во второй фазе программы е ну и казалось бы на это можно было стимуляцию закончить то есть мы полечили потом мы проверили что получили аппарат выявил эти триггерные зоны ну и до свидания нет конечно смысл ведь поиска этих триггерных зон не просто для того чтобы их найти а смысл в том чтобы их дополнительно обработать и аппарат в третьей фазе программы е будет это делать то есть он найдет этот триггер он оценит вот эти зоны справа и слева на всех уровнях он найдет вот эту проблемную курковую триггерную зону и дополнительно обработает эту зону полностью в автоматическом режиме а пациент просто лежит на аппарате и вся эта программа автоматически проходит конечно когда мы говорим о программе его таком персональном персонифицированном подходе каждому организму индивидуально мы понимаем показания для этой программы это конечно прежде всего профилактика всех проблем которые в организме есть или которые ну так сказать как-то имеется риск до для развития тех или иных состояний то есть эти какие-то патологии потенциально опасны для конкретного этого организма и в этом случае конечно если мы говорим о профилактической работе то целесообразно проводить конечно не одну процедуру в день а давайте посмотрим как на слайде у нас написано а написано у нас на слайде что нужен курс также до 8 10 процедур в программе е причем если мы мы видим но какие-то серьезные угрозы да например тот же эпидемический период и скажем в нашем коллективе уже там три из пяти сотрудников заболели да и мы не хотим быть четвертым или пятым да значит мы можем в этом случае когда вот риски вот такие очевидные прям вот на пороге стоят мы можем проводить и две и три процедуры в день если мы говорим о домашнем применении о домашней физиотерапии но по крайней мере конечно в любом случае это будет курсовое применение и конечно же это целая гамма тех заболеваний позвоночника в целом которые мы с вами имеем это и то же остеохондроз это межпозвонковые грыжи и вот такие состояния нарушения мышечного корсета мышечного аппарата мышечные спастические вот такие состояния которые не дают позвоночнику нормально функционировать это те же нарушения санки когда аппарат пролечит оценит и доработает те проблемы которые в автоматическом режиме выявил конечно показания для применения программы и они очень и очень широким и исходя из возможности каждой программы в отдельности я думаю что мы с вами и уже понимаем то что возможно сочетание разных программ на одной процедуре то есть комбинированное применение программ но давайте подумаем какое сочетание будет наиболее логичным если у пациента имеется острая локализованная внезапно возникшая интенсивная боль значит в этом случае мы с вами договорились применять программу б но мы с вами чуть раньше говорили что любое заболевание позвоночника в том числе любые болевые синдромы позвоночника это проблема не только конкретного отдела эта конкретная проблема всего позвоночника в целом и очень важно не только снять или уменьшить локализованную боль но очень важно воздействовать лечебное воздействие оказать на весь позвоночник в целом а для этого у нас с вами предназначена программа а и вот при острой боли комбинация б закончилась перешли в а и провели программу а если у пациента давняя хроническая пусть не очень сильная но длительная боль для этого мы с вами решили начинать с программы c отработалась программа c но понимая что эта проблема не только того отдела который мы выбрали а проблема всего позвоночника в целом значит в этом случае эффект программы c целесообразно усилить применением программы а если у пациента у человека точечная локализованная боль значит соответственно у нас комбинация будет d плюс а и вот такие комбинации позволяют нам добавить эффект и усилить эффект применения аппарата дэнас вертебра на каждой конкретной процедуре исходя из этого давайте посмотрим суммарно области применения аппарата дэнас вертебра и понимая так сказать насколько важен позвоночник вы наверное сейчас предположите что я буду в течение еще наверное получаса говорить о показаниях для применения аппарата дэнас вертебра но конечно времени у меня такого нет поэтому я бегло наверное так суммируя до какие-то крупные так сказать штрихи для вот общего такого понимания когда и кому может быть показан аппарат дэнас вертебра это конечно собственно заболевание самого позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата кости суставы мышцы связки и так далее это патология центральной и периферической нервной системы мы с вами говорили что мы воздействуем на проекцию спинного мозга вегетативных ганглиев корешков входящих выходящих это все компоненты нервной системы это большая группа заболеваний нарушение осанки сколиоз особенно конечно это актуально для подросткового контингента когда растущий организм так сказать вот может иметь те или иные нарушения осанки надо сказать к сожалению с возрастом в будущем эти нарушения могут давать довольно серьезные проблемы со здоровьем это целый спектр так называемых обменных заболеваний нарушения обмена веществ это и сахарный диабет это избыточный вес и ожирение да с помощью дэнас вертебра можно эти проблемы решать и конечно этот аппарат мы с удовольствием включаем в рецептуру лечение вот этих таких обменных заболеваний это и большая группа вот таких пограничных как мы говорим состоянии стресс неврозы неврозоподобные состояния нарушения сна нарушение памяти нарушение внимания нарушение способности сосредоточиться работоспособности да когда конкретных жалоб может быть нет да конкретных зон стимуляции нет да вот у меня чувство тревоги где у меня прямая проекция да вот аппарат дэнас вертебра будет в этом случае прямой проекции здесь будет программа а или программа е да как мы договорились это целая группа проблем которые связаны с состояниями физического или умственного перенапряжения да это есть эти физическом напряжении эта группа спортсменов эта группа те же самые актеры там балерины и прочие да которые длительное время много много занимаются физической активностью и соответственно травмоопасное состояние состояние когда необходимо снять стресс расслабиться восстановить форму до для этого показан ну и то же самое умственное перенапряжение отчетный период у бухгалтера годовой отчет но если вы знаете есть у вас такие знакомые вы знаю они знают насколько бывает в этом случае бессонные ночи и долгие работы за компьютером какие-то цифры могут не сходиться да это все очень нервозно вот значит в этих ситуациях до программа а или е будут показаны в таких ситуациях ну и конечно если говорить о сегментарном подходе к лечению наших проблем то это практически заболевание любых наших внутренних органов и пищеварительной системы и бронхолегочной системы и сердечно-сосудистой системы и гинекологии мужское здоровье женское здоровье то есть в это обширная область применения аппарата дэнас вертебра ну и наверное нам хочется понимать о не только возможностях да но и конкретных преимуществах вот такого подхода и такого применения что нам дает применение аппарата дэнас вертебра ну во первых конечно очень узкие довольно узкий спектр противопоказаний которые есть у других физиотерапевтических методов но здесь нет механического воздействия то есть это не механический массаж да это электромассаж ткани относительно друг друга не сдвигаются как это делается в обычном ручном например массаже ничего в организм не вводится ничего не проникает то есть это не инъекции не прокалывание целостность кожных покровов не нарушается никакие вещества в организм чужеродные не вносятся и ничего не нагревается то есть это воздействие электро стимуляция нет теплового воздействия то есть нагревание ткани не происходит соответственно вот эти три нет существенно снижают противопоказания для применения аппарата дэнас вертебра более подробно противопоказаниях мы конечно говорим о школах на наших медицинских описаны эти противопоказания всех руководствах по эксплуатации посмотрите еще одно преимущество аппарата дэнас вертебра его можно применять у людей с какими-то металлическими ортопедическими конструкциями в теле временными или постоянными да если например была какая-то операция травмы скажем и вот то что называется остеосинтез да или какие-то дополнительные пластины там какие-то скажем конструкции внутри организма находится при всех этих состояниях можно применять аппарат дэнас вертебра в том числе когда эти конструкции локализованы где-то в области позвоночника самое главное чтобы на коже в это время не было никаких чужеродных металлических конструкций изделий так далее да то есть кожа должна быть целой и не должно на коже ничего металлического быть тогда мы можем применять аппарат дэнас вертебра ну и конечно несмотря на то что аппарат все-таки имеет определенную конструкцию он довольно большой по размерам тем не менее он является все-таки переносным и достаточно портативным вот эту портативность да то есть возможность применять аппарат в разных условиях нам дает два источника питания дают два источника питания то есть аппарат может работать как от встроенных источников то есть две пальчиковые батарейки всего-то навсего достаточно для того чтобы в течение длительного достаточно времени мы получили вот такую автономную работу аппарата дэнас вертебра ну а если он аппарат применяется скажем дома или в лечебных каких-то учреждениях больницах то есть возможность подключения сетевого источника питания и тогда соответственно уже временной ресурс в работе аппарата здесь в данном случае практически ничем не будет ограничен и как обычно в презентациях наших аппаратов я хочу буквально коротко остановиться на доказательствах эффективности применения аппарата дэнас вертебра вот эти доказательства мы получаем в клинических исследованиях в большом количестве случаев эти исследования заканчиваются научными работами научными статьями монографиями диссертациями кандидатскими докторскими диссертациями и вот я вам приведу просто две цифры из кандидатской диссертации тема этой диссертации применение аппарата дэнас вертебра влечении больных с поясничными дорсопатиями до поясничные слова понятно дорсопатия слова означает боль в спине да то есть мы понимаем что в этом случае в в группе исследования были пациенты с болями в поясничном отделе позвоночника и ну вот например оценивалась эффективность такая общая суммарная эффективность лечения по такому интегральному показателю который оценивает выраженность боли качество жизни влияние этой боли на выполнение повседневной жизненной активности и работе и по дому там и работой профессиональной и возможность там без боли спать лежать ходить двигаться и так далее да вот такой интегральный показатель и эти конечно эффекты и результаты сравнивались с контрольной группой которая получала только воздействие традиционными методами лечения лечебная физкультура массаж медикаментозное лечение и посмотрите вот если пациенты лечились обычными методами лечения то за десяти дневный курс лечения удавалось снимать вот эти поясничные дорсопотеи ну чуть больше чем у половины больных за десяти дневный курс массажа лфк медикаментозного лечения если к этому лечению добавлялось воздействие аппаратом дэнос вертебра то вот эта цифра возрастала до 80 с лишних процентов и в качестве такого ну в кавычках говоря побочного эффекта у каждого третьего пациента применение аппарата дэнос вертебра позволило снизить дозу а у каждого третьего даже отменить прием обезболивающих медикаментозных препаратов это конечно не являлось целью лечения до отмену таблеток конечно целью исследования и лечения мы считаем улучшение качества жизни уменьшение снятия боли у пациентов но тем не менее вот такой побочный как мы говорим в кавычках эффект у каждого третьего пациента удалось получить очень интересно было посмотреть а что же происходит в том числе с помощью инструментальных методов диагностики посмотреть что происходит например сосудами до при воздействии аппаратом дэнос вертебра и как мы говорим о поясничном отделе позвоночника то конечно нас прежде всего будут интересовать сосуды нижних конечностей и вот для этого применялся метод рэвазографии и лазерной доплеровской флоуметрии то есть вот эти методы которые позволяют определить кровоток в магистральных артериях скажем вот нижних конечностей и опять же смотрели вот этот кровоток до курса лечения и спустя 10 дней от приведения курса аппаратом дэнос вертебра и посмотрите вот здесь на слайде вам показано вот то что было до до показатели вот этой рэвазографии и доплеровской флоуметрии и соответственно то что получилось через 10 дней то есть насколько прирост кровоток в этих сосудах после 10 дней применения аппарата дэнос вертебра для сравнения посмотрите контрольная группа до улучшилась то есть обычные методы лечения дают эффект дают динамику но сравнение а вот здесь я вам просто для так сказать справочно показал показатели физиологическая норма то есть то что считается нормой для здорового человека если мы посмотрим вот то что получилось после применения аппарата дэнос вертебра это что является физиологической нормы мы получить мы видим с вами приближение этих показателей к норме в сравнении с вот таким но небольшим приростом которые получились в группе контроля ну и соответственно мы много сегодня говорили с вами о применении аппарата дэнос вертебра в качестве моносредства до для лечения и профилактики реабилитации очень многих заболеваний я буквально одну секунду потрачу на то чтобы поговорить о возможностях аппарата дэнос вертебра как составной части комплексной терапии комплексного лечения но очень небольшого числа заболеваний просто за неимением времени я не могу расширить этот спектр я взял наиболее такие ну наверное волнующие нас с вами темы но например применение аппарата дэнос вертебра в комплексной программе коррекции веса до очень такая актуальная тема особенно в условиях приближающегося лета когда мы ну хотим так сказать привести себя в норму после наших длинных российских зим да и вот в этом случае аппарат дэнос вертебра и опять же если нет болевых синдромов конкретных значит мы будем применять программу а или е есть у нас аппарат дэнос пкм о котором мы с вами говорили на предыдущих встречах и соответственно вот этим аппаратом а мы можем воздействовать на так называемые точки зоны подавления аппетита да то есть мы будем корректировать вот это чувство голода и соответственно будем за счет уменьшение потребления калорий пищи до уменьшать соответственно вес собственный и в комплексе вот в этом конечно очень большую роль и помощь нам окажет прием карловарской минеральной соли до раствор вернее сказать этой соли для вот таких вот комплекс их программ коррекции веса практически у нас сейчас имеется полный набор вот такой и аппаратный да и с точки зрения ввода лечения для осуществления вот таких вот корректирующих программ для коррекции фигуры для коррекции веса еще один пример тоже так сказать для знакомства это комплексная антистрессовая программа и здесь конечно аппарат дэнос вертебра нам поможет можем много сегодня с вами об этом говорили и программа и особенно конечно программа есть здесь поможет нам вот эти стрессовые ситуации контролировать ну и еще один продукт который у нас есть это одеяло надо многослойное лечебное одеяло которое само по себе очень хорошо сочетается с технологией дэнос терапии в целом и применением аппарата дэнос вертебра в частности и мы рекомендуем если у вас например есть уже вот это наше лечебное одеяло саму процедуру дэнос вертебра проводить под одеялом то есть сверху просто укрываться вот этим нашим лечебным одеялом и соответственно эффект стимуляции рецепторов кожи и эффект вот такой отражающий эффект одеяла дэнос одеяла значит соответственно позволяет нам вот этот антистрессовые эффекты до получить в большем объеме и большей силы в большей выраженности ну и для того чтобы свои знания пополнить и систематизировать да потому что сегодня у меня но нет к сожалению времени очень подробно давать какие-то но уже таки обучающие что ли да программы для применения дэнос терапии и аппарата дэнос вертебра поэтому я хочу напомнить что у нас есть руководство по динамической электро нейростимуляции да вот это такая фундаментальная книжка в которой собраны методики лечения описано общие принципы применения динамической электро нейростимуляции написаны рецепты рецептуры применения аппаратов дэнос терапии при лечении большого спектра заболеваний написаны подходы вот как выбрать процедуру до при том или ином заболевании безусловно конечно мы продолжаем обучающие очные программы и в компании faberlic мы работаем по системе вот такого многоуровневого обучения и наших консультантов и наших потребителей наших клиентов и руководители пунктов выдачи и региональных менеджеров и сотрудников в том числе компании faberlic для наиболее грамотного и надо сказать эффективного применения технологий динамической электро нейростимуляции и других технологий которые мы с вами имеем с точки зрения вот именно лечебных возможностей я напоминаю что среди вот этих обучающих программ у нас есть вариант презентации до таких коротких презентаций для клиентов на которых мы говорим особенности метода возможности достоинства методов точку применения да то есть до этих презентациях мы с вами знакомимся с технологией и принимаем решение надо нам это или нет и если мы приняли решение что да это все-таки для нас интересно нам это надо то мы предлагаем следующий уровень обучения это первичная медицинская школа да на которой мы уже говорим о частотах озонах о рецептурах как выбрать да куда поставить аппарат как его включить какой аппарат выбрать какую по какой параметра стимуляции выбрать ну а самым высшим уровнем обучения у нас являются уже циклы курса тематического усовершенствования для медицинских работников которые мы проводим совместно с уральским медицинским университетом да это официальное после дипломное образование по окончанию которого курсанты получают вот такое удостоверение о прохождении цикла усовершенствования то есть это уже так сказать официальный документ образовательный документ выдающий который выдает уральский медицинский университет ну и в завершении наверное наверное самое главное да какие же возможности у нас есть на сегодняшний день по наиболее выгодному приобретению вот такого аппарата дэнас вертебра и я хочу объявить что с 5 июня по 15 июня в компании faberlic объявляется акция на аппарат дэнас вертебра обратите пожалуйста внимание артикул 70 903 аппарат дэнас вертебра в течение вот этих 10 дней но сегодня 6 число акция работает и она работает до 15 июня каталожная цена на аппарат дэнас вертебра установлена в размере 69 999 рублей вот как сказал да значит прежняя каталожная цена вы видите 110 тысяч рублей а в течение вот этих дней мы имеем возможность приобрести аппарат по сниженной каталожной цене ну и соответственно я думаю что консультанты faberlic которые зарегистрированы официально на нашем сайте знают о тех скидках акциях которые каждый консультант дополнительно к этой цене может для себя получить поэтому я вас призываю обратить внимание на эту акцию на эти возможности времени достаточно но все-таки не так много для того чтобы для себя принять решение пользуйтесь этой возможностью пользуйтесь этой скидкой пользуйтесь этой акции я сейчас предлагаю перейти к ответам на вопросы и уже сейчас в студию эти вопросы поступают я вижу что их достаточное количество этих вопросов но те вопросы которые на данный момент я имею я постараюсь на эти вопросы ответить я еще раз хочу предупредить что мы все вопросы собираем и сотрудники медицинского центра дэнас эти вопросы про анализируют и соответственно если будет необходимо какие-то еще авторские ответы авторские консультации какие-то да если вам будет необходимо что-то уточнить конкретно у сотрудников медицинского центра для себя я напоминаю телефон в екатеринбурге код города 343 343 и номер телефона 267 38 17 вот по этому телефону 267 38 17 можно с врачом индивидуально проконсультироваться по своим проблемам ну и конечно у нас работает сайт фаберли ком и соответственно раздел обратной связи вопрос к специалисту медицинского центра дэнас вы можете задать вступить в переписку и врач подробно ответит на все ваши ваши вопросы ну а то что сейчас у нас поступило в студию и то что соответственно я имею сейчас некоторое время для того чтобы на эти вопросы ответить какие противопоказания аппарата дэнас вертебра ну а противопоказания для дэнас вертебра общие для всех аппаратов динамической электронеростимуляции я коротко буквально перечислю это индивидуальная непереносимость электрического тока это имплантированный встроенный кардиостимулятор да то есть тот прибор который задает сердцу определенный ритм сокращений лихорадка неясного происхождения то есть когда повышенная температура тела и врач не понимает и не знает почему это произошло в этом случае ограниченно применяется метод дэнс терапии только после совета с лечащим врачом это делается состояние острого алкогольного наркотического психического возбуждения именно возбуждения эпилептический статус венозный тромбоз противопоказаниями является это противопоказание имеет значение когда в зоне стимуляции вот имеется этот тромбоз то есть если мы в области спины видим какие-то тромбированные вены да ну я честно говоря давно занимаюсь медициной такого ни разу не видел да значит соответственно в этом случае такому пациенту если вдруг такое случится значит аппарат дэнас вертебра применять нельзя если тромбы вот эти скажем в нижних конечностях и мы туда аппарат дэнас вертебра не ставим значит соответственно в этих случаях в этих ситуациях аппарат применяется без ограничений новообразование различные да новообразование значит если в зоне стимуляции опять же на спине имеется какое-то ну скажем образование объемное и мы видим это образование значит на эту область ставить аппарат не следует значит можно ну либо какие-то другие зоны обрабатывать и мы с вами уже говорили о других аппаратах динамической электро нервной стимуляции либо мы просто советуем эту зону чем-то закрыть там тканью или еще чем-то да чтобы в этой зоне стимуляции электродов не было вот это все что касается противопоказаний с какого возраста можно применять очень интересный вопрос ну возраст начала стимуляции возможности стимуляции аппаратом дэнас вертебра определяется только тем насколько ваш пациент сможет на аппарате улежать да то есть если ну скажем это там пяти семилетний ребенок и он здраво рассуждает и он все знает он знает терапию вы его можете уложить и он спокойненько лежит на аппарате значит вот это и будет так сказать тот минимальный возраст которым можно применять аппараты дэнас вертебра ну а соответственно уже старший возраст он ограничение тоже также не ограничен по сути дела до ограничен только возможностью лечь на этот аппарат и соответственно вылежать всю процедуру которая там выбрана вами киста яичника может быть противопоказанием для применения дэнас вертебра значит мы не работаем в области живота соответственно да то есть на прямую проекцию воздействия не оказывается но как и в любом другом случае мы с вами говорили уже об этом в прошлых наших встречах что дэнс терапия должна применяться по принципу такой минимальной достаточности то есть не надо стараться применять высокие мощности до чтобы были резко выражены более от самого электрического тока вот если вы в таком режиме будете применять вот такой легкого такого покалывания до приятного не раздражающего комфортного пощипывания покалывания легкой вибрации значит в этом случае вы можете применять аппараты нас вертебра более широко и так сказать с меньшими какими-то рисками после операции на позвоночнике по поводу грыжи можно ли я бы даже сказал нужно в этом случае потому что здесь конечно процесс операции не заканчивается к сожалению да есть другие участки во первых позвоночника а во вторых необходима реабилитация восстановление всего позвоночника который конечно при такой операции тоже неминуемо пострадал поэтому здесь очень показано как раз применение аппарата дэнас вертебра перерывы между курсами применения сколько дней но если мы говорим вот такой усредненный подход да то есть мы говорим курсовое применение в среднем там это 8 10 12 дней проводятся процедуры то такой принцип вот сколько длится курс лечения не меньше этого курса должны быть и перерывы да то есть если 10 дней мы проводили курс лечения то 10 14 дней там то есть до двух недель перерыв перед следующим курсом лечения если нужна вот такая длительная стимуляция длительного такой курсовой подход в тех же скажем реабилитационных программах может ли дэнас вертебра изменить и остановить изменение в тазобедренных суставов которые приводят к замене суставов на искусственные но мы с вами говорили о том что вообще технология динамической электронеростимуляции она направлена на коррекцию на включение собственных резервов адаптационных возможностей резервных возможностей каждого конкретного организма и не дэнас вертебра это будет делать дэнас вертебра будет стимулировать рецепторы кожи а вот насколько в этом конкретном организме вот эти резервы вот эти такой запас адаптации имеется вот от этого и будет зависеть степень эффекта который мы получим в том или в другом случае мы с вами говорили об этом уже и ранее я не устану это повторять и дальше что измерить вот эти возможности вот эти резервы невозможно то есть мы не знаем сколько в этом организме резервов мало их или много их насколько эти суставы будут так сказать дадут жить дальше человеку или все-таки нужно будет к сожалению их менять на искусственные суставы но пытаться шанс попытка пробовать необходимо дело в том что но если мы говорим с вами о плановой хирургии да мы обращались с вами тоже к таким вопросам раньше когда мы не проводим операцию врачи по жизненным показаниям да вот не сделать операцию человек погибнет тогда надо делать конечно тут никакие аппараты на мне не помогут но если мы говорим о плановой операции которую можно сделать сегодня можно сделать через месяц а можно взять через полгода у нас есть время для того чтобы поработать с этим организмом поработать с его резервами и может быть не очень хорошие но все-таки собственные суставы дадут этому организму двигаться жить то выполнять какие-то свои так сказать желания до или профессиональные или даже дома и так далее да вот возможности такие есть поэтому я в любом случае советую это делать и с точки зрения так сказать восстановление реабилитации и так сказать но избавление вот от этих рисков и если уж все таки операция произошла и других способов не получилось в качестве восстановительного реабилитационного периода реабилитации восстановления после этой операции более идет а болезнь в организме сидит и не будет прогрессировать сигнал организма проблемах боль но совершенно верно здесь можно очень много дискутировать старые врачи говорили так более так рига организма помощи да если условно говоря мы убираем эту боль да вот вопрос об этом то мы убираем этот крик а помощи и условно говоря болячка то осталось но мы с вами говорим о курсовом подходе мы ведь с вами говорим о посмотрите в программе е персонифицированном воздействии то есть когда аппарат с организмом работает вместе и организм подсказывает аппарату те зоны которые для него в данный момент времени нужны для дополнительной обработки если мы с вами говорим о курсовом применении если мы с вами говорим о воздействии через сегментарные механизмы регуляции тех проблем которые в этом организме есть то мы говорим как вот врачи говорят о патогенетическом воздействии то есть воздействие оказывающие так сказать влияние на механизм развития заболевания не только боль но и почему эта боль возникает и курсовое лечение и конечно в том числе через сегментарные зоны которых мы с вами очень часто и много говорим помогают на вот такой момент получить и понятно мы можем получать эффекты когда болит и однократно там два раза провели процедуру боль прошла и мы забросили аппарат это ситуационная реакция это подавление ситуационной боли это но вот такие возможности аппарата мы с вами использовали если мы говорим о курсовом подходе если мы говорим о комплексных программах если мы говорим о применении того же одеяла там соли каких-то других методов которые нам могут помочь получать эффекты мы говорим о изменении течение заболевания в целом каждая выбирая для себя соответственно степень эффекта и уровень эффекта который будет у себя получать нужна ли книжка практического руководства если есть подробная инструкция к аппарату ну вы знаете я вот все таки считаю так что чем больше ты знаешь о своих проблемах чем больше ты знаешь о возможностях своего организма и возможностях метода лечения которые ты у себя применяешь тем соответственно ты получаешь больше эффект вот совершенно четко я могу сказать вот если вы только читаете инструкцию и применяете механически вот как там написано аппараты денс терапии вы получаете результаты но эти результаты к сожалению не так существенны как вы могли бы получить зная о возможностях о организме соответственно больше да поэтому конечно я все-таки советую книжку вот эту иметь она знаете у нас такая настольная то есть и не надо читать от корки до корки надо прочитать основные моменты а дальше посмотреть какие вас проблемы интересуют какие-то закладки сделать может быть им когда-то обращаться повторно то есть это такой настольный учебник все таки они ну такой бестселлер что для чтения узлов на щитовидке применять можно потому что это все-таки задняя поверхность шеи воздействия да на переднюю поверхность шеи мы аппарат не ставим на место прямой проекции удаленных образований можно ставить если боли есть вообще никаких ограничений да то есть если что-то болит тогда ограничений никаких нет если не болит вот здесь индивидуально мы работаем каждый раз то есть мы на школах этому учим мы в наших всех руководствах вот это объясняем да как поступать вот было где-то образование но удалено ставит туда аппарат или нет можно ли туда ставить если там какие-то и жалобы туда можно ставить аппарат без вопроса но если тут там жалоб нету смысл зачем там ставить да то есть вот тут вопрос который каждый раз индивидуально мы решаем по весу пациента если ограничение но у нас есть наблюдение 150 килограмм выдерживать спокойно но больше так сказать просто нет у нас таких каких-то личных наблюдений да ну вот все таки ну давайте так определим 150 на кровать диван или жесткую поверхность куда укладывать аппарат дэнас вертебр для того чтобы получить стимуляцию но конечно не надо панцирную кровать это должен все-таки быть но более жесткий какой-то до жесткая основа это вообще даже может быть просто пол да вот как коврик пол или это все-таки какой-то более жесткий должен быть кушетка например вот такая плотность да как медицинской кушетки нужно потому что если мы ну на какую-то совсем перину там пуховую положим да ну просто условно говоря провалимся вместе с аппаратом в эту перину и не факт что мы получим контакт во всех отделах позвоночника вот здесь очень важно для вертебры остео артрозе есть ли эффекты но безусловно конечно да это доказанный эффект уж ни одна диссертация защищена на эту тему остео артроз это патология суставов да но мы с вами говорили об аппаратах скажем дэнас пкм до который мы можем работать в прямой проекции там коленова там галина стопного и каких-то других суставов дэнас вертебра в этом случае будет помогать и работает с точки зрения сегментарной иннервации да если например болят колени то нам нужно в этом случае будет пояснично-крестцовая зона если там нет каких-то острых состояний в этой зоне то мы выберем программу c например да в именно в нижних отделах позвоночника это будет воздействие на эти суставы колена и например да через сегментарную регуляцию повышенное ли высоко артериальное давление является или противопоказанием но у нас нет противопоказаний по давлению у нас есть ограничение по мощности оно общее для всех аппаратов том числе для дэнас вертебра есть у пациента склонность к повышенному артериальному давлению то мощность интенсивной стимуляции у него должна быть снижена то есть это легкие чуть слегка покалывающие ощущения ощущения легкой вибрации знаете у нас некоторые любят ну так погорячее да чтобы уж так вот как за чуть не подпрыгивают у нас на аппарате да вот от самой боли от стимуляции кричат так больно конечно гипертоникам вот такой подход абсолютно не приемлем да мы и вообще никому такие подходы не советуем изгиб в пояснице аппарат не прилегает коже эффект уменьшается вообще для того чтобы получить эффект да у аппарата есть два шейных электрода на картиночке можно на любой посмотреть давайте мы как раз вот супер нашу акцию включим сейчас и я вот на этой акции мы смотрим на цену опять же да и просто еще и на аппарат посмотрим вот здесь есть два шейных электрода они должны размещаться в области шеи центральная дорожка должна соответствовать центральной линии спины да если на например вот эти электроды как-то не очень комфортно лежат можно под голову чтобы голова не перегибалась через эти электроды положить но какой-то небольшой валик там полотенце например сложить до что-то такое подложить чтобы не очень сильно это давило ну а для того чтобы получить контакт в пояснично крестцовой зоне просто можно слегка согнуть колени до ноги в коленях да и тогда вот этот наш поясничный лордоз он так слегка сгладится и контакт в зоне поясничного отдела все-таки будет получен да мы конечно стараемся чтобы максимально плотно все 48 электродов касались кожи ну и это был последний вопрос который на сегодняшний вот на данный момент поступил к нам в студию поэтому я еще раз возвращаясь к акции на аппарат дэна свертебра и напоминаю что артикул 70 903 с 5 числа до 15 июня будет продаваться по акционной цене каталога 69 тысяч 999 рублей вот эта акция установлена всего на 10 дней поэтому пожалуйста обратите на нее внимание максимально с этой акции познакомьте своих клиентов своих консультантов знакомых до вашу дистрибьюторскую веточку до которая может не услышала нашего сегодняшнего объявления для того чтобы своевременно для себя решить вопрос о целесообразности о применении о приобретении аппарата дэнас вертебра я как обычно желаю вам здоровья я думаю что с аппаратами дэнас у вас возможности для своего здоровья стало конечно гораздо больше и до свидания до следующих новых встреч